Это не кадры остросюжетного фильма и оружие всего лишь муляж. Урок по профориентации и самообороне для старшеклассников провели росгвардейцы. Знакомиться с профессией лучше наглядно. Сейчас для старшеклассников это очень острая тема. Многие из них даже примерно не понимают, в каком направлении им двигаться, кем они хотят стать, куда пойти учиться, кем работать потом. Поэтому мы приглашаем к старшеклассникам людей разных профессий, от пилотов самолета и до сегодня в гостях росгвардейцы. Я иду к нему навстречу. Видите, я что сделал. Я ему ручерку дам случай для себя. Она мне нужна здесь. Костя учится в девятом классе. Какую профессию выбрать еще не решил. Пока склоняется к точным наукам. О службе в росгвардии, конечно, слышал, а вот наглядно увидел впервые. Сделал вывод – работа не из легких. Каждый день ты подвергаешь своей жизни опасности. Тебя могут нападать. Но ты должен быть всегда на готове, приехать на вызов и помочь другим людям. Профессия для настоящих мужчин. Рисковать жизнью приходится каждый день. Встречаться с разными людьми, далеко не всегда настроенными дружелюбно. Это специфика работы росгвардейцев. Дмитрий Дозоров на службе много лет. Признается, при задержании приходится учитывать много факторов. Главным принципом своей работы считает не навредить. Пытаешься когда-то задержать данных граждан. Надо же сделать так, чтобы им не навредить. Постараться так, чтобы они сами себе не навредили. Нам приходится подстраиваться под каждого человека, которого задерживаешь. Это очень тяжело. Но мы с этим справляемся. Примерили каску и бронежилет. Урок получился интересным и познавательным. Ребята долго не отпускали представителей Росгвардии. Вопросов к тем, кто всегда на страже порядка, было много. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова. Татьяна Верняковская, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.